КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ Цифровизированный командный центр ГУВД открывали с помпой в присутствии президента, министра внутренних дел и мэра Бишкека. По словам главы МВД Кашкара Джунуша Лиева, планируется установка тысячи видеокамер наблюдения. Власти уверяют, что новая система поможет снизить уровень преступности, в то время как эксперты требуют гарантии сохранности персональных данных. Ни одна китайская технология не идет сейчас без, образно говоря, открытых портов, потому что китайским компаниям не очень выгодно поставлять продукт, который они не могут дистанционно обслуживать, поскольку это накладывает очень большое количество финансовых расходов, утверждает Татума Мбиталиева, глава фонда гражданской инициативы интернет-политики. Соответственно, есть очень большой риск, что они, поставив нам такой продукт, я более чем уверенно, будут иметь доступ к этим данным. Напомним, что в июне радио Задиса, ссылка на заместителя руководителя центра Шахриби Хатар, безопасный город, Фурката Шуи Мардонова, сообщила об установлении видеокамер производства китайской компании Huawei, способных распознавать лица в столице и в других крупных городах Таджикистана. Отметим, что в самом Китае при помощи системы видеонаблюдения, оснащенной искусственным интеллектом, уже на протяжении многих лет проводится политика тотального контроля над населением и в особенности над мусульманами восточного Туркестана. По этой причине, например, протестовавшие в этом году жители Гонконга выработали ряд мер против данной политики. В ходе массовых акций они брали с собой зонтики, надевали маски, либо специальные проекционные устройства, обманывающие камеры. Кроме того, многие протестующие просто спиливали умные столбы, либо перерезали их провода. Не исключено, что в ближайшее время подобные же способы придется использовать и жителям Центральной Азии, считают аналитики. Нет, сейчас против, скорее всего, да, зная наше правительство, то есть какое оно сейчас, я, скорее всего, мы... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова